Всем привет, друзья, вы на канале Биг Ньюз. Прошло уже три года с момента участия тогда еще 14-летней Эден Гулан в музыкальном шоу «Голос дети 5-го сезона». На слепые прослушивания Эден Гулан пришла с песней Рианы «Love on the Brain» «Любовь в моей голове». Мягкие вокальные переливы в стиле Уитни Хьюстон и Адель заставили Басту тут же ударить по кнопке. Два других наставника тоже замахивались, но в итоге решилась лишь Пелагея. Эден же переводится как «рай», и он достался Пелагеей, назвавшей певицу «одаренным человечком». Высокая, стройная, длинноногая и статная девушка больше похожа на спортсменку, и это не случайно. Сейчас Эден уже 17, и что с ней стало и как она изменилась, вы узнаете из этого видео. А перед началом с вас лайк, подписка и погнали. Эден Гулан родилась в городе Кварсава, Израиль, 5 октября 2003 года. Ее отец родился в Латвии, мама Ольга на Украине, а Эден и ее младший брат Шон в Израиле. В 3,5 года девочка начинает заниматься художественной гимнастикой, немного позже балетом. В 6-летнем возрасте Эден с родителями приезжает в Москву, так как отец получает новое служебное назначение. Эдди Гулан был председателем советов директоров крупного банка. А вот с переездом ее жизнь кардинально меняется, она бросает занятия большим спортом и пробует себя в танцах и теннисе. Семья же девочки вовсе не музыкальная, и ничто не предвещало творческой карьеры. Однако в 9 лет на празднике Эден напела Jingle Bells, а немного позже уговорила маму нанять педагога по вокалу. И спустя несколько лет упорной работы Эдена дали учиться в Академию Игоря Крутого, где она и записывает свои первые профессиональные клипы. Первым конкурсом для Эден Гулан была детская новая волна 2014, где она представляла Израиль. Юная вокалистка прошла в финал конкурса, где и спела дуэтом с Сергеем Лазаревым, а еще через год в дуэте с Нюшей. В ее портфолио много различных конкурсов с призовыми местами и гран-при, но Гулан этого было мало, и в 2018 году она решает участвовать в пятом сезоне шоу «Голос дети». В составе команды Пелагеи Эден благополучно доходит до финала шоу, однако побеждает не менее талантливый участник Рутгер Гарехт. А вот уже через несколько месяцев после шоу Гулан вступает в группу Girls Band Cosmos Girls, которая была основана в 2017 году. В составе группы изначально было две девушки Ева Лепс и Саша Гинер, а их продвижением занимался продюсерский центр Григория Лепса. В 2018 году, как я сказал ранее, в состав вошла Эден Гулан, а еще через пару месяцев Аня Музафарова. Однако из-за конфликтов и разногласий с другими участницами через год Эден покидает группу и начинает сольную карьеру. Сейчас Гулан уже 17 и за эти три года она кардинально изменилась. Она все так же занимается музыкой, но уже сольно, а также параллельно развивает свои творческие способности. На своей же странице в Инстаграм Эден радует подписчиков своими успехами, активно выпуская свои творческие альбомы, а также перепевая каверы известных исполнителей. Также она активно развивает свой тикток, все ссылки будут в описании. Из крайних работ можно отметить композиции «Деньги, не твоя», «Бойбай», «Молли» и трек «10 пропущенных звонков». Помимо музыки Эден увлекается спортом и танцами, что помогает ей поддерживать себя в хорошей физической форме. Всего за несколько лет из застенчивой девочки, которая стояла перед жюри на шоу «Голос дети», Эден превратилась в клубную красавицу. Хорошо, что она не останавливается на достигнутом, а уверенно идет вперед. А главное, чтобы клубная жизнь не стала для нее препятствием в ее творчестве. И надеюсь, через пару лет она появится на большой сцене. Ну а вы не проводите время не зря и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok